Дерматолог назначает системный ретиноид изотретинаин просто потому, что необходимо вылечить конкретную степень тяжести акне. Никогда дерматолог не будет назначать вам такой препарат, если у вас какая-то легкая степень, если совсем незначительные изменения, если он понимает, что он может справиться наружным лечением, вот этот системный изотретинаин он вам не назначит ни за что. Почему назначается? Когда назначается? Когда я как дерматолог понимаю, что степень тяжести акне такова, что остаются рубцы, есть узлы, течение заболевания совершенно неконтролируемо, процесс распространен на лицо, на грудь, на спину, на плечи, пациент уже долго маятся с этим заболеванием и ранее назначенное наружное лечение, адекватное наружное лечение, чтобы вы понимали, то есть это не чисточки или вамиколь какой-нибудь прикладывать с их теловой мазью, адекватное наружное лечение не действенно, то тогда, конечно, я предлагаю пациенту пропить изотретинаин, потому что по факту на сегодняшний день это единственный препарат, который действительно может дать вам стойкую ремиссию, не просто так вот на несколько месяцев убрать высыпание, а действительно дать стойкую ремиссию. Когда еще может назначаться этот препарат? Как мы проговорили, это тяжелые степени акне, если это более легкие степени угревой сыпи, но при этом пациент очень тяжело эмоционально, психологически переносит высыпание на своем лице, и наружное лечение ему не дает нужного ответа. Если человек расцарапывает высыпание на своем лице, а иногда бывает, приходят пациенты буквально с ямами на лице, с рубцами не от высыпаний, а от собственных рук, просто потому что они пытаются что-то постоянно убрать. Это тоже показание к тому, чтобы назначить системный изотретиноин. Часто пациенты спрашивают, когда я им говорю, что акне лечится вот такими-то препаратами, это, допустим, азолеиновая кислота, это, может быть, наружные ретиноиды в некоторых случаях назначены, это системные ретиноиды. У пациента логично возникает вопрос, а почему бы мне, допустим, не попробовать наружные ретиноиды в моем случае? Ведь зачем вы мне говорите, что нужны системные ретиноиды? Есть такое понятие, как лечение назначенное согласно тяжести заболевания. Например, я всегда своим пациентам привожу этот пример. Аппендицит. Что значит лечение, назначенное согласно тяжести? Это хирург и операция. А что значит назначенное не согласно тяжести? Это подорожник, который вы прикладываете сверху. Так вы должны понимать, что акне бывает такой тяжести, что подорожник в виде азолеиновой кислоты или наружных ретиноидов там не поможет. Вы можете 3 года, 10 лет сидеть с этим подорожником на лице, и результата будет ноль, либо он будет кратковременный. А можно один раз сделать операцию и получить стабильный, качественный и стойкий результат. Продолжение следует...